Пенсионеры – самая внимательная и сердобольная часть нашего общества. К нам в редакцию обратились жители улиц Коммунальной и Лакина. Бабушки указывают на грехи благоустройства их района, которые могут привести к беде. Эта асфальтовая дорожка идет сразу к двум детским садам. Каждый день Нина Николаевна наблюдает в окошко картину, как молодые мамы пробираются через ЧПЖ. Все ходят по ней. И дети в школу, и в садик, и в садик. В школу сейчас пойдут, а идти нельзя. Кругом взросла. Кругом. К обоих сторон взросла. Идти нельзя. Сейчас разойтись нельзя. Выросла выше моего роста. А у меня метр семьдесят. И сейчас она уже клонится, а дети идут в коляске, везут они руками по траве. Это вот так. Буквально в нескольких шагах участок еще более востребованный и опасный. Через двор дома номер пять улицы Коммунальной многие дети срезают дорогу в 53-ю школу. Для этого необходимо пересечь переулок Столярный. Машины здесь едут быстро, а разросшиеся кусты сильно закрывают обзор. Две недели тому назад здесь столкнулись две машины. Грузовая и легковая. Легковая была вся, как говорится, задок ее весь был пробит. И он эвакуаторивает. Площадка такая большая у нас детская. Со всех домов вот этих на эту площадочку детишечки ходят. На самокатиках переезжают, на велосипедиках. И бабушки не все успевают их прихватить. Вот смотрю я на это, и мне просто сердце болит. Очень и очень опасно. Валентина Александровна много лет проработала тренером в школе Олимпийского резерва. Отсюда и любовь к детям. Женщина считает, что движение на данном участке нужно урегулировать специальным образом. Идеальный вариант – лежачий полицейский. Однако искусственная неровность должна быть установлена согласно ГОСТу, пояснили нам в администрации. Искусственно-дорожная неровность устраивается только на дорогах с асфальтобетоном или цементобетонным покрытием при условии наличия искусственного освещения. Далее устраивается зона пешеходных переходов, которые расположены в районе детских, образовательных или дошкольных учреждений. Данный участок дороги без фонарей. А значит, пока что и без лежачего полицейского. А вот траву и кусты после нашего запроса в мэрию у дороги подрезали. Это называется открыть треугольник видимости. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.